5 лайфхаков для хозяев на Новый Год. Смотри ролик до конца, потому что там я расскажу условия нашего супер новогоднего розыгрыша. Привет, с вами Догмама Аня и мои собачки Чихуа Софи и Эйвен. Всего через каких-то 13 дней уже наступит Новый Год. И сегодня я покажу 5 простых лайфхаков, которые упростят вашу жизнь с питомцем на праздники. Поехали! Повесьте мишуру, дождики, фонарики вне зоны досягаемости питомцев. Некоторые любят их пожевать, а они очень опасны для животных. Используйте не бьющиеся елочные игрушки на случай, если все-таки питомец умудрится уронить елку. И не вешайте игрушки слишком низко. Если у вас настоящая елка, чтобы питомец не грыз и не лизал ствол со смолой, обмотайте его прочным материалом, например тканью. Но не используйте легко рвущийся материал или фольгу, питомец может проглотить обрывки. Чтобы животное не наелось иголок и веток, что очень опасно, можно побрызгать елку и украшение специальным зоо-спреем с отталкивающим запахом. Тогда питомец не захочет прикасаться к ним. Тот же эффект даст лимонный сок или крепкий раствор с черным перцем. Несколько мазков обычной вьетнамской звездочки отобьют желание питомца трогать игрушки на дереве. Елку лучше всего поставить в угол комнаты на очень устойчивую подставку. Или, например, можно поставить дерево на высокую тумбу, если оно небольшое. А лучшим лайфхаком для хозяев будет поставить на Новый год искусственную елку, от которой нет притягательного лесного запаха, иголок и смолы. В празднике, к сожалению, появляется довольно много проблем для животных, и мы обязательно расскажем правила безопасности на Новый год. И как, например, уберечь вашу собаку, которая боится салюта. А еще покажем, что можно интересного сделать своими руками для вашего любимого питомца на Новый год. А сегодня на нашем канале начинается новый суперновогодний розыгрыш совместно с зоомагазином PetShop.ru. У нас будет 4 победителя, и каждый получит подарок для питомца на 2000 рублей на свой выбор. И в этот раз розыгрыш, как вы и просили, не только ВКонтакте. Правила, как всегда, просты. Быть подписчиком нашего канала, пойти на сайт PetShop.ru, ссылка внизу, выбрать товары на 2000 рублей, и обязательно внизу в комментариях написать, какие подарки вы хотите для своего питомца. Ну а затем сделать репост записи об этом розыгрыше ВКонтакте, Одноклассниках или Инстаграме. И быть нашим подписчиком там, где вы делаете репост. Если это Инстаграм, не забудьте указать хэштег ДопМама, чтобы мы могли найти вашу запись. А 25 декабря мы выберем случайных победителей. И не забывайте, подарки можно выбирать не только для собак, но и для любых других питомцев. На 2000 рублей вы можете выбрать какой-нибудь лежак, прикольную игрушку, и даже еще останутся деньги на лакомство или что-нибудь другое. Так что бегите на сайт PetShop.ru, выбирайте подарочки и пишите в комментариях. Эйвен, смотри, шарики сами обратно улетают. Ого, а ничего себе, надо же смотреть. Софи, это просто перемотка роликов в обратную сторону. А, ясно. Ах, как мягенько. Скорей бы уже Новый Год. Софи, иди вешай игрушку. Такс, так-так-такс, так аккуратненько. Что-то я, наверное, низковато повесила, да? Эйвен, а какой ты подарок хотел бы себе на Новый Год? Да, я тоже бы хотела вкусняшку, а что еще? Эйвен. Вы его понимаете? Понятно. А я бы хотела, я бы хотела, хотела бы я, я бы хотела. Скоро уже Новый Год, мам. Скоро, через 13 дней? Ух ты, уже совсем скоро. Ага, тогда я бы хотела красный костюм чертика. Ой, а я бы хотела новое красивое платье. Ой, девочки, как всегда, у них все одно и то же. Ой, кто бы говорил костюм чертика? Если ты не редиска, поставь лайк, нажми подписку и оставь нам комментарий. Охо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо. Охо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-х